Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях начальник отдела земельного муниципального контроля Евгений Олегович Новоселов. Здравствуйте, Евгений Олегович. Добрый вечер. Пандемия коронавируса внесла правки и в вашу работу, в том числе рейды, так скажем, очное присутствие на земельных участках, осуществление контроля, безусловно, было приостановлено. Как сейчас обстоит дело? В настоящий момент после снятия ограничений мы продолжаем те мероприятия, которые мы запланировали в начале года. В данный момент у нас начались плановые рейдовые осмотры. Также продолжаем означать внеплановые и плановые проверки, соблюдение земельного законодательства. Работа продолжается. С чем чаще всего возникают трудности именно у собственников земельных участков? Где они совершают ошибки? По нашей практике мы видим, что основные ошибки собственниками совершаются, если они, во-первых, по какой-то причине не знают своих границ кадастровых. И в процессе хозяйственной деятельности допускают самовольные занятия земельных участков, в том числе и муниципальной собственности. Также некоторые участки, которые используются под коммерческие цели, не всегда их использование соответствует тому виду разрешенного использования, который установлен для таких участков. Один из рейдов отправился в съемочную группу телеканала. Давайте посмотрим, как он проходил. Давайте. Деревня Вырубово. Земельный участок 20 гектаров. Хозяйственные постройки, старая техника, заброшенные амбары. Территория огорожена забором, въезд закрывает шлагбаум. Несколько лет назад это был коровник, а теперь территория с цехами. Осмотреться на месте. Плановый рейд на землях сельскохозяйственного назначения. Такие проверки администрация проводит раз в год. Периодичность с апреля по сентябрь. Без предупреждения, но и без вопросов к собственнику. Пока. Перед выездом анализ данных в Едином государственном реестре. Прежде всего надо понять, есть ли признаки нецелевого использования земель. В настоящее время плановый рейд в осмотре проводится с применением мобильного приложения проверки Подмосковья, в котором реализована возможность геопозиционирования, фотофиксации, наличия нарушений земельного законодательства. Цель оправдывает средства. В первую очередь, собственник должен соблюдать земельное законодательство и не занимать землю самовольно. Рейды проводят с использованием мобильного приложения. После мониторинга при выявлении нарушений формируют документы о внеплановой проверке собственника земельного участка. Евгений Олегович, можете ли прокомментировать конкретно этот рейд, эту ситуацию? Были ли выявлены дополнительные нарушения, то, что не вошло в материал журналиста? Да, у нас после этого выезда мы дополнительно еще объехали территорию с другой стороны. И в границах обследуемого участка был также выявлен борщевик сосновского, который сейчас в начальной стадии роста. Но если за ним его в данный момент не уничтожить, то он может вырасти до больших размеров, дать соответствующие семена. И в следующем году их можно быть еще больше. Борьба с борщевиком на территории Подмосковья ведется на протяжении последних лет весьма успешно. Можно ли говорить, что этот опыт, этот процесс действительно приносит свои результаты? И произрастание этого сорняка, количество, так скажем, квадратных метров становится меньше на территории конкретно нашего округа? Мы видим положительную динамику в борьбе с борщевиком сосновского. Ту работу, которую мы начали в 2018 году, продолжили в 2019 году, она дает свои плоды. И борщевика стало меньше, не намного, правда, но меньше. Потому что системная борьба предусматривает с собой минимум трехлетний этап борьбы. Ну, вот в этом году он завершается, но я думаю, что мы продолжим дальше. Потому что не на всех территориях удалось эффективно его уничтожить. Если говорить про методы борьбы с борщевиком, с его произрастанием, какие они? Какие технологии используются? Основные методы, конечно, механические, путем покоса. Триммерами, специальными косилками, которые устанавливаются на трактора и на другую технику. Также химический способ с применением соответствующих специальных гербицидов, направленных на уничтожение конкретно борщевика сосновского. А также комбинированный способ, где оба-два способа в течение сезона применяются, что должно давать максимально эффективный результат. Также есть такой способ, как агротехнический. То есть это полностью, допустим, вспашка такого участка, если он значительный, и его засев какими-то культурами. Если все-таки этот сорняк произрастает на частной территории, как в этом случае действуете вы? Какова процедура? Такие участки, они выявляются как по результатам профилактических мероприятий, в том числе плановых рейдовых осмотров, которые мы проводим по всей территории Денцовского городского округа. Также по обращению лиц, которые хотят заявить о произрастании, мы устанавливаем то, что он произрастает в границах частных участков, и правообладателям, собственникам, арендаторам направляем соответствующее уведомление, предлагаем им в добровольном порядке в установленный срок своими силами произвести работу по уничтожению борщевика сосновского. В случае, если в добровольном порядке эти требования не выполняются, мы уже применяем административные методы, приглашаем людей на протокол, сами административные протоколы, и направляем их на рассмотрение в административную комиссию в администрации Денцовского городского округа. Какие все-таки штрафные санкции предусмотрены? Штрафные санкции, они достаточно серьезные, особенно для юридических лиц. Штрафы там от 150 до 1000, до 1 миллиона рублей, что, на мой взгляд, является достаточно значительным размером штрафа, и что должно в свою очередь побудить правообладателей более эффективно бороться с этим сорняком. А вот все-таки борщевик произрастает, если мы говорим конкретно про территорию Денцовского городского округа, основная часть – это муниципальные земли или частные владения? Ну, по результатам мониторинга у нас примерно поровну, вот у нас порядка 90 гектар выявлено в прошлом году, из которых 40 – это муниципальные земли, и 50 – это частные земли. Какова площадь обработки будет в этом году? В этом году вот как раз мы все эти места цифровали, внесли в соответствующую информационную систему, региональную геоинформационную систему. Она является публичной, можно найти в интернете на публичном доступе и посмотреть все те контура произрастания борщевика, которые мы в прошлом году выявили. Вот все-таки, если говорить о том, что муниципалитет, территория состоит из поселений, вот где самые большие очаги? Ну, в основном, в основном у нас много борщевика в дальних территориальных управлениях, в частности, Кубинка, Никольское поселение, Ершовское тоже достаточно много есть. В основном они произрастают рядом с полями, на сельскохозяйственных полях, там, где много солнца, там, где много у них места и возможностей, чтобы расти. Когда начнется работа по борьбе с борщевиком, я так понимаю, что пандемия немножечко сроки сдвинула. Немножко сдвинула, да, но на самом деле уже в начале апреля администрации заключен муниципальный контракт на обработку территории муниципальной с комбинированным способом, механическим способом и химическим способом. Так что уже, на самом деле, часть территории из 40 гектар, там порядка 20 гектар уже обработано, осталось вот еще порядка 20 гектар. И из частных земель, из 50 гектар у нас обработано собственниками порядка 20 гектар. Ну и до середины июня остается еще порядка 30 гектар, которые должны быть обработаны. Это первый этап. Второй этап? Второй этап, он начинается практически сразу после окончания первого. Первый у нас с середины апреля до середины июня. Второй этап с середины июня до середины июля. И третий этап вот с середины июля до конца августа. И тогда мы уже можем говорить и смело подводить итоги. Удалось ли победить этот сорняк в этом году? Да. Выиграли ли мы у природы заветные метры? Здесь будет постепенно, то есть с каждым годом растение будет иметь все меньше жизненной силы. И потихоньку, то есть в следующий год оно на каких-то территориях может вообще не взойти. То есть это в основном за счет применения химического метода. Ну то есть нужно понимать, что с борщевиком так просто, от борщевика так просто избавиться не удастся. Это очень длительный, долгий процесс. Очень живучие растения. И семена, которые попадают в почву, могут там до трех лет жить. В общем, он приспособился ко всем. Да, очень приспособленное к произрастанию. Это еще и очень опасное. Безусловно, с началом летнего сезона возвращает количество обращений в травмпункты от жителей, которые соприкоснулись с борщевиком. Это и дети, и взрослые. Кто-то забыл, кто-то и не знал о таком растении. В данный момент, допустим, у нас таких обращений с ожогами пока, слава Богу, не было в этом году. Но нужно сказать, что работа информационная ведется. Ведется уже не первый год. Поэтому очень хочется надеяться, что все наши жители знают, как выглядит борщевик. Знают об опасности, которую представляет это растение. И, безусловно, не допустят произрастания на своих частных землях этого сорняка. Да, мы будем надеяться и работать для этого. Евгений Олегович, спасибо за интервью. Спасибо большое, что пригласили. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok